Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим о моих новинках, о супер удачных и интересных покупках на сайте Рендеву. Покажу вам, что у меня есть интересного. Я посылку распаковала уже, чтобы не шуршать. И также распаковала сами флакончики. Буду их вставлять вам под съемы, в принципе, саму распаковку. И сегодня мы с вами поговорим про два аромата, которые я покупала вслепую абсолютно. Если на один аромат еще были хоть какие-то отзывы, я советовалась также со своими подругами-парфюмерными блогерами, то на второй аромат отзывов практически никаких не было. Мои девочки знакомы и не знакомы с этим ароматом, поэтому я приобретала на свой страх и риск. Кстати, ароматы это нишевые. В принципе, они из довольно небюджетного сегмента, но на Рендеву объем 50 мл, когда я оформляла заказ, и сейчас, по-моему, также цены еще хорошие, очень даже приятные. По крайней мере, эти цены выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Ссылки на все ароматы, приобретенные на сайте Рендеву, вы найдете в инфобоксе. И также не забывайте про мой промокод на скидку 10%. Промокод мой суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Вся подробная информация о промокоде в инфобоксе. И также не забывайте про мой фирменный аромобокс «Вкусно, но не колорит». Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы уже догадались, о каких ароматах идет речь. И это у меня будут два аромата от бренда Royal Crown. Это у нас королевская корона. Я эти ароматы увидела у Карины, она очень хвалила. Я помню, что вот эти вот красивые флакончики с крышкой в виде короны мне понравились. И я подумала, хочу хотя бы один аромат от бренда в коллекцию, чтобы такая красота у меня была. Но хотелось, естественно, чтобы аромат мне тоже нравился. Это естественно. И, соответственно, смотрела я и на цену, и на пирамиды. И меня заинтересовал по пирамиде аромат, который называется амброзия. 50 мл приходят вот в таких вот коробочках. Кстати, Карина, по-моему, в своих видео говорила, что 50 мл, они сделаны попроще, чем 100. Здесь такие вот обтянутые кожзамом коробки. И здесь вот такие вот две печати. Я когда сначала получила, ну и сверху упаковка была. Сначала получила, думаю, как я это буду распаковывать. Но потом я поняла, что это просто наклейки, которые, в принципе, вот так снимаются. И здесь вот просто вот такой вот постамент. Ничего такого особенного. 100 мл, там более помпезные коробки, все в шелках. Здесь попроще. И что касается самого флакончика, флакон выглядит вот таким вот красивенным образом. Здесь такая вот красивая корона. Единственное, именно на моем флаконе немного есть брак. И, кстати, я посмотрела, может быть, думаю, с крышечки это... Здесь вот я вам покажу. Сейчас вот так, наверное, будет видно. Вот здесь чуть скололась краска. И я подумала, что при транспортировке, возможно, как-то, может быть, флакон болтался и отбился кусочек. Но нет, в коробке этого нет. То есть это уже вот так упаковали. Моментик такой, конечно. Уже вот так вот с завода упаковали флакон. Что касается, конечно, крышки. Здесь крышка очень тяжелая, такая увесистая, металлическая. Вся в камнях, в стразах. В общем, просто рай для сорок. И, как я сказала, у меня объем 50 мл. Такой вот мини-флакончик. И чем меня заинтересовал этот аромат? Аромат меня заинтересовал в первую очередь своей пирамидой. Потому что здесь у нас заявлена куча фруктовых аспектов, сухофруктов и нота меда. Что скажу, что я чувствую? На старте я действительно ощущаю такие свежие цитрусовые аспекты. Прям ощущение взрыв цитрусовых. И далее, действительно, для меня есть сухофруктовые такие аспекты. Это и инжир, это курага. И это все действительно утопает в красивом меду. Что могу сказать из плюса? Мед здесь очень красивый, без животных аспектов. Потому что бывает такое, что в таких медовых ароматах прям вот такая вот явная животинка есть. Допустим, такое для меня есть в зоологисте Би. Там я эту пчелу просто не переношу, потому что там прям вот такой животный, отвратительный аспект этого меда. Здесь же все звучит очень деликатно, очень красиво. То есть такой вот красивый мед, как я сказала, без каких-либо животных подтонов. И по ощущениям, со старта, как я сказала, есть фрукты. Вообще, по-моему, там вообще заявлено яблоко, дыня. Но я не скажу, что я могу выделить какую-то определенную ноту. То для меня это общее такое собирательное звучание этих фруктов. И далее, кстати, я явно ощущаю такой довольно помадный, красивый ирис и сухофрукты. Хотя сухофруктов абсолютно не заявлено, но я их явно ощущаю. Ну и мед, приятная ваниль. Мне аромат понравился. Также есть цветочные красивые аспекты, как будто даже ирис немного смешивается с нотой розы. Такой красивой юной розочки. Что могу сказать? Сказать, что это аромат супер какой-то плотный за счет меда, я не могу. На мне он звучит очень красиво. Может быть, за счет того, что сейчас прохлада, и такие ароматы красиво раскрываются в такое прохладное время года. Но, в общем-то, для меня, как я сказала, это фруктовый красивый старт. Далее немного сухофруктов, яща и финики, как я сказала ранее. И все это с красивыми медовыми аспектами. По первому впечатлению, пока я ношу аромат несколько дней, мне аромат нравится. Кстати, стойкость шлейф довольно хорошая. И все характеристики. Он шлейфовый, он заметный, он обращающий на себя внимание. Поэтому, так как сегодня у нас такая распаковка, но я уже поносила несколько дней аромат, могу сказать однозначно, что мне композиция нравится. Если вы любите такие плотные, красивые, плотные в плане своей насыщенности, я имею в виду, что сочетание многих нот, то есть это и фруктовые, и сухофруктовые, и медовые, и ванильные аспекты, то обратите внимание. Но при этом аромат не звучит как афонии. Вот в чем классно. Здесь действительно ощущается дорогое, добротное звучание. То есть он как-то раскрывается постепенно от фруктового к сухофруктам. Далее появляется мед, ваниль, немного древесных аспектов. То есть это все вот прям играет и переливается. Это не звучит вот такой прям люксовой, моносладкой композиции. Это все довольно переливчато и играюще. В общем, мне аромат понравился, по первым впечатлениям прям классный. Следующая композиция, как раз на которой я не нашла отзывов абсолютно, это Табака Ройл. Я боялась, что аромат будет похож на табачную ваниль, что это будет такое понятное, супер понятное, супер уже заезженное, просто табачное звучание. Здесь флакончик у нас уже с такой зеленой крышечкой. Такой вот красивый зеленый цвет крышки. Так, камера даже мне не хочет фокусироваться на этом богатстве. Настолько все блестящее. В общем, такая вот зеленая крышечка. И тоже аромат меня порадовал. Не огорчил однозначно, потому что для меня здесь красивый табак. И когда читала еще отзывы на фрагрантике, как я сказала, что на YouTube именно у своих девочек-коллег я не нашла отзывов, но на фрагрантике парочка отзывов было. И там писали, что это довольно женский табачный аромат. Вот это меня заинтересовало, потому что здесь именно такой табачный аспект смешан красиво со сладостью. Но при этом здесь есть немного таких явно выраженных терпко-древесных аспектов, которые смешатся с табаком. На старте для меня даже как будто бы есть немного... Ниже ботинки, ну вот гвоздики, во-первых, пряной такой, корицы и немного перчика. Но далее аромат становится послаще, появляется нота гелиотропа, бобов тонка, то есть аромат заслащивается. Далее у нас там еще мира вступает в игру, пачули. И композиция красивая. Что могу сказать, что в принципе гвоздика многих здесь пугает. Гвоздика, она ощутима. Именно пряность гвоздика, гвоздики. Но что могу сказать я? Для меня это все-таки, да, унисекс, но за счет своей сладости, очень даже представляю его на женщине. И здесь так интересно, что нота табака очень красиво смешивается с нотой гелиотропа. За счет чего композиция не звучит прям монотабачной, такой скучной, обычной. Это все-таки красивое такое, 100% унисексовое, чуть больше в сладость прочтение. Сказать, что мне что-то напоминает, я не могу. Но вот читала также отзывы, что за счет гвоздики кому-то дает немного такой ретро-эффект. Поэтому, возможно, здесь это есть. Такое классическое какое-то звучание. Но опять же, как предыдущий аромат, композиция звучит довольно многогранно и переливчатое. То есть это не плоская монотокая композиция. Это действительно красивое, переливчатое, многогранное, привлекающее звучание. На тему. Здесь, кстати, также присутствует мед для меня. То есть это табак, мед. Тоже я чувствую здесь немного сухофруктов. Ванили. Немного миры. Красиво. И я думаю, что на холод будет прям классно. Но, в принципе, сейчас вот я его представляю именно на такую позднюю осень, когда все уже вокруг желтое. У нас же сейчас уже сегодня, кстати, у нас такая погода. И уже листья не шуршат под ногами. Они уже прям такие мокрые от дождей, от туманов. И вот этот аромат будет идеально в такое время. Ну и также на зиму. Поэтому, если вам хочется какой-то интересный табачный аромат, не похожий ни на что другое, с такими вот сладковатыми, как я сказала, медовыми аспектами, то обратите внимание, красиво, красиво, многогранно, пряно. Если вы любите корицу, если вы любите гвоздику в ароматах, то однозначно присмотритесь. Но при этом гвоздика и корица здесь не першат. То есть за счет, наверное, вот этих сладких медовых аспектов они как будто бы утопают в этом всем сиропе. И они становятся мягкие в самозвучании. То есть нет вот ощущения, что у вас прям першит в горле от гвоздики, от табака, от пряности. Бывает такое прям сухость аромата. В табачных композициях такое бывает. Здесь этой сухости нет. Здесь такое мягкое, сладковатое, в принципе, прочтение. Вот, поэтому я осталась довольна. Также из подарков у меня было два пробника косметических в подарок к заказу. И также вот такой был атомайзер. Кстати, очень приятный, нужный подарочек. Красный такой атомайзер с логотипом магазина. Поэтому за это, конечно, огромное спасибо. В дорогу это очень нужная вещь. Как раз, наверное, когда вы смотрите это видео, я, скорее всего, нахожусь сейчас в Москве на выставке Интершарм. И, скорее всего, вот этот от Левант мне очень даже пригодится с собой. Вот, поэтому, конечно же, будут интересные влоги впереди. Но если вы подписаны на мой Телеграм-канал, то вы уже в курсе и следите за всем. И все уже видите в режиме онлайн. Тут обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал. И еще в заказе у меня было два пробника. Первый это PIN HALLIGANS. Ясмин. Мне было интересно с ним познакомиться. Я писала еще в Телеграм-канале. В том, что я заказала от Левантик и молюсь, чтобы мне аромат не понравился. Иначе просто можно разориться. Что скажу по факту? Композиция красивая. Сладкая. Это красивое для меня такое ванильно-удовое прочтение. Я уд здесь ощущаю. Ощущаю много ванили красивой. Кожу я чувствую. Мне аромат понравился, но не до флакона пока. То есть такое сладкое. Кожа-удовое для меня прочтение. Пока я не буду особо вдаваться так же описывать его, потому что еще разношу. Еще у меня здесь новиночка от бренда Клоя. Это Nomad и версия Nuit Египет. В общем, такая египетская версия. Меня, кстати, спрашивали, чем он отличается от классической версии. Я не могу описывать, чем. Я могу сказать просто так. Это два абсолютно разных аромата. Если классический Nomad это у нас именно про шипр, про вот такое вот прочтение, то здесь это красивый классический люкс с такими вот немного молочными, сливочными, цветочными аспектами. Здесь явная нота такого кремового жасмина. В принципе, цветов. Классический такой красивый, приятный люкс. Хорошо, добротно скроен, понятный, приятный, но ничего нового. Пока у меня такое впечатление с классикой, абсолютно ничего нет общего. Вот такое у меня видео. Это у меня первая часть. И еще про два своих классных аромата, про две свои новинки я вам расскажу уже во второй части. И на этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что смотрели это видео до конца. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok